Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 29 марта, год 2023. Среда. У нас сегодня насыщенная аджента, но мы попробуем в этом океане разобраться, выплатить с него. Океане не буду говорить чего. Много чего интересного, правда. Значит, во-первых, ну, конечно же, желание Зеленского увидеться с Си Цзиньпинем очень интересно. Мы, наверное, с этого начнем. Потом, уже оставаясь на китайско-российской, на китайской волне, китайско-американской уже в данном случае волне, элегантно перейдем, как Александр Григорьевич говорит, перейдем на желание Кевина Маккарти встретиться, нашего лидера, палаты представителей встретиться с лидером Тайваня. Вот, поговорим об этом и о реакции Китая на подобную встречу и вообще зачем это все надо. Очень интересно. Мне, например, очень интересно препарировать этот момент. И в конце, естественно, да, уже раз президент Байден открытую высказывается против юридической реформы, и Натани Ягу уже на это реагирует, то иначе нам нужно это комментировать. Вот. Ну, тут как бы традиционный комментарий на подобные вещи, что Байден никогда не отличался от холом тактом по отношению к другим суверенным государствам. Тут надо будет, короче, все сказать, что я думаю. И вот такой план. Надеюсь, что все успеет, надеюсь, что меня не унесет в дебри. Вот, и я буду лаконичен, хотелось бы. И тогда все у нас получится. Если у вас есть желание менять адженду, повестку дня, 3-4-7-4-6-7-0-8-7-7, пишите, задавайте вопросы, комментируйте. Вы знаете, видите, что почти любые в нормативной версии комментарии зачитываются. Так что добро пожаловать во всех городах вещания, Нью-Йорк, Майя Филадефия. Также Application iHeart, Application Rewith Radio, Везде в нации. Ну, естественно, все, кто на Ютубе меня смотрит, там можно прям сразу комментировать. Просто это запись, это вчерашняя программа, сразу хочу вам сказать. Вот, на следующий день она доставляется. Но там реагирую я, там, в прямом, в режиме реального времени. Вот, поэтому я надеюсь, что там удобно, правда, в коммуникацию вступать. И, опять же, некоторые вопросы на них отвечают в следующих программах. Те, кто слушает меня на SoundCloud, с любой точки земного шара, учите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, друзья, давайте начнем. А все ожидали после визита СИИ в Москву и достаточно длительных разговоров с президентом России по разным поводам, в том числе и по Украине, естественно, были разговоры. И, правда, они не были, то, что называется здесь, in a spotlight. Да, Украины почти не касались стороны. В первый день переговоров Путина и СИИ информация была, что... Ну, Путин сам сказал, что, как бы, я... Мы знакомы с предложением из 12 пунктов китайской стороны. И мы внимательно его изучаем. И как только ситуация, да, суммируя все, что было сказано в итоге, в течение всех этих трех дней по этому вопросу, а в основном только в первый день слова были какие-то по поводу Украины произнесены, в контексте визита СИИ в Москву, суммируя все это, можно сказать таким образом, что... Выразить таким образом, что... Как только ситуация будет созревшей для применения, да, прикладывания этого китайского предложения, мы обязательно все это учтем и, короче, будем стараться применять. Вот примерно так это прозвучало. Очень дипломатично. Опять же, понятно, что на таком уровне, когда идут разговоры, достаточно высокие, да, выше не бывает между этими двумя странами, то стороны будут стараться сохранить, естественно, достоинство друг друга. Не дай бог, чтобы это не прозвучало с каким-либо пренебрежением, да. Не то, как когда-то, когда Франсуа Алан пытался выступить из Межневосточной инициативы и собрать конференцию по Ближнему Востоку в Париже, как... не так, как израильские лидеры на это предложение реагировали вслух. Да, вот нет, вот таких пощечин, понятно, что никто никому отвешивать не будет на тот уровень отношений. Поэтому, ну, ожидали все в любом случае, что разговор будет субстативный, да, то есть серьезный между Путиным и Си, относительно перспектив завершения конфликта, потому что, как мы понимаем, мы это понимаем, правда, все, я думаю, понимают, что Китай война не устраивает в Европе. Она неудобна ему, он теряет логистику определенную, потому как главный его партнер Евросоюз, и в результате того, что, например, Белоруссия не может стать, например, да, как один из примеров Белоруссии, не может быть его хабом для складирования товара, который идет в Европу. Например, это только один из миллиона примеров, почему Китаю эта война не выгодна. Вот. Теперь, раз так, то, конечно, он будет делать то, что от него зависит, плюс, опять же, его растущая, мы об этом уже много раз говорили, глобальная, его позиционирование как глобальной мощи, по праву, абсолютно по праву, и овердю, как бы тут сказали еще, да, то есть это, в принципе, уже можно было давно начинать делать. Но пандемия помешала, она два года все это задержала, и постпандемический Китай, да, выстраивает свой международный имидж уже по-другому совсем. И это тоже все очень верно, все прочитано, все очень мудро. И пока я, Китай, во внешней политике, да, не могу, скажем так, в немудрых действиях заподозрить или поймать на них, да, ну, не выглядит так. Выглядит, что ребята, правда, очень серьезно подходят ко всяческим вопросам, и, правда, их видение сегодня, наверное, является наиболее конструктивным. Опять же, мы понимаем, что, да, никто просто так не занимается благотворительностью, альтруистов в реализме нету, каждое государство ищет удовлетворение и реализацию своих национальных устремлений и интересов, все это понятно, но, тем не менее, мне представляется роль Китая больше здесь конструктивно созидающая сегодня в мире. Опять же, есть некоторые моменты, мы их коснемся чуть позже. Короче, все ожидали звонка, да, завершая эту многословную преамбу, все ожидали звонка, который должен, по идее, бы последовать после этого разговора с Путиным в Зеленскому от Си Цзиньпиня, но звонка не произошло. И Зеленскому стали задавать вопросы, как я понимаю, а что Китай, а вот как Китай. И он сказал, что вот до войны последний раз мы с ним говорили, с Си Цзиньпинем общались, и с момента начала военных действий ни разу у нас с ним не было никакого контакта, ни телефонного разговора, тем более, естественно, визита не было. Я бы хотел, чтобы он приехал. И это меня заинтересовал момент, потому что приезжающий в Киев Си Цзиньпинь, это такое, на самом деле, стейтмент, такое заявление, ведь все понимают, участники всего, да, все заинтересованные стороны, в данном случае США, Украина, Евросоюз, ну, давайте скажем, Германия, Франция, да, Евросоюз. Евросоюз, это такое эфемерная бадди, на мой взгляд, да. Главные, ну, короче, главные игроки во всем этом, да, Великобритания, которая не Евросоюз, а главная. Все понимают, что если Си Цзиньпинь приезжает, то явно совершенно, что он Зеленскому не будет объяснять, как правильно выстраивать, там, оборонную стратегию, как проводить контрнаступление, не будет кричать славу Украине, это понятно, да, он не Джонсон. И если он прилетает туда, то он прилетает туда, это официально, это серьезный субстативный разговор, и он должен будет сказать ему свою позицию, которая известна, да, он уже намекал на нее, Китай показывал, как бы, что он, в принципе, за мгновенное прекращение, за прекращение военных действий, дальнейшие переговоры, но, естественно, по тем линиям, де-факто, которые сегодня сторонами удерживаются, да, удерживаются сторонами. И это то, что Зеленский не может принять. Не может принять по некоторым моментам, и по внутриполитической ситуации, и потому, что его бомб будет просто обвинен в измене нации, которая воюет, защищается, и приносит себя в жертву, на самом деле, всему этому процессу, скажем так, с моей точки зрения, приносит себя, я про украинскую нацию сейчас говорю, да, приносит себя в жертву нежеланию Запада вступить вовремя и в правильный диалог, начиная с 2007 года. Да, ну, это моя позиция, напоминаю, друзья мои, еще раз, да, важно сказать это, а то опять мне начинают рассказывать, что я пророссийский, не пророссийский, а радио Руэсэ является американской радиостанцией, не имеющей никакого иностранного финансирования. Ваш покорный слуга высказывает здесь свое собственное мнение, собственное мнение. Мое мнение никаким образом на него не оказывает лияние никакое государство, я не являюсь иностранным агентом, я американский гражданин в том числе, да, у меня двойное гражданство, Но я не имею никакого иностранного финансирования Просто для того, чтобы мы определились Я на самом деле независим в своих осуждениях Мое мнение, это мое мнение, но может не совпадать с мнением редакции, естественно, радиостанции И никто не влияет на него Никакой государственный агент, никакого другого государства И я не являюсь, как бы, оплачиваемым сотрудником никакого другого государства Я выражаю свое собственное мнение, я независим к тому, что я говорю И теперь И никто мне не вкладывает в рот слова Все прекрасно понимают, что Си Цзиньпинь, когда прибудет в Киев Если и когда он прибудет в Киев То разговор его с Зеленским не будет разговором Джонсона Не будет разговором Лиши Сунака Не будет разговором премьер-министра Эстонии Или натовских официальных лиц Кто-то туда к нему только не прилетал И даже не будет разговором премьер-министра Японии Кышида Который тоже, на самом деле, не очень-то милитаристский настроен, если честно И он просто, он да, с Западом един в санкционном давлении Но его подход к украинскому конфликту сильно отличается от американского В любом случае, это будет разговор честный И он будет ему объяснять, что на самом деле Китай бы видел бы условиями для прекращения конфликта И как Китай видит прекращение этого конфликта И то, как Китай это видит, оно, да, повторяем этот момент Оно не подходит для сегодняшнего Зеленского никак Поэтому такое приглашение, на мой взгляд, может означать только одно Опять же, мне представляется так Что он начинает, президент Украины, начинает потихонечку понимать Что в какой-то момент американский политический эстеблишмент устанет от того, что происходит И видит он, естественно, риторику республиканских фронтранеров Трампа и десантеста Он понимает, что в случае в 2024 году перехода президентского кресла в республиканский лагерь Поддержка будет сильно сокращена Опять же, никто этот дурной тон сегодня в Америке скажет Что, ребят, нет, мы хотим мира Нет, нет, нет Нератив другой сегодня, да, западный Но в любом случае, так как время идет дальше И это время, Зеленский понимает, не на его стороне Может быть, он ищет какие-то альтернативные полюса силы Для того, чтобы начать какой-то примерный разговор Это для меня знак именно вот такой Я могу ошибаться здесь Но мне представляется, что это сигнал того, что, в принципе, теоретически возможен разговор Который не будет входить в канву американского видения Опять же, он возможен в теории Как на практике может получиться, я не могу себе пока этого представить Учитывая, что, опять же, до шнурков на ботинках солдат предоставляется Соединенными Штатами Поэтому, ну, очень сложно себе представить Что вдруг руководство Украины, да, в лице Зеленского пойдет нек Как западные партнеры все время говорят Очень сложно себе это представить Опять же, могу ошибаться, сто процентов могу ошибаться Но мне представляется, что не было бы смысла Зеленскому звать Си Цзиньпиня в Киев Если бы не стояло бы за этим идея в реальные переговоры вступить По крайней мере И я вижу в этом очень хороший знак Теоретически возможно Практически, как позволит ли этому произойти Вашингтон Один процент вероятности, что да В основном, конечно, все усилия будут на саботаж подобных вещей Я так представляю себе это Думаю, что я окажусь прав А хотелось бы, чтобы я оказался неправ Это первый момент Значит, второй момент по Бахмуту Потому что опять тема возникает и возникает С лета идет бой за этот город И все эти разговоры Даже Волстрижон уже прекратил О том, что Бахмут не имеет такого важного стратегического значения Он, может, и не имеет прямо уж такого супер-дупер важного стратегического значения Но он имеет невероятно символическое стратегическое значение И для Украины, и для России И это сегодня главная точка противостояния И Зеленский вот вчера, по-моему, сказал опять Что вот, если русские возьмут Бахмут То это будет означать, что Запад почувствует, что мы проигрываем Я, опять же, перефразирую то, что он сказал Я сжимаю это в одну фразу На самом деле там больше было сказано Но понятно, что моральная цена Взятия русскими Бахмута Для Зеленского очень высока Поэтому не просто так там погибают украинские солдаты Ну, естественно, русские солдаты Как долго сможет украинская сторона Бахмут защищать Зависит от того, как долго сможет российская сторона продолжать эти атаки И мне представляется себе, что, опять же, здесь время работает против украинской стороны И хотелось бы, конечно Да, мне бы хотелось бы Чтобы прекращение огня наступило до того, как трагическая развязка в этом месте бы произошла Опять же Верю ли я в то, что, если, допустим, русские возьмут Бахмут Да, или начнется украинское контрнаступление И русские будут отброшены от него, да, российские войска Будет ли это началом, как бы, такого стелмейта Который, да, такого застоя Что в итоге приведет, наконец-то, уже к переговорам Все тоже возможно Но мне бы хотелось, конечно, чтобы люди в таком Я думаю, что любому нормальному человеку хотелось бы Чтобы люди в таких количествах О которых там сообщают разные издания Даже цифры приводить не хочу Ежедневные же цифры портели стоят с другой стороны Их же проверить никак нельзя, эти цифры Поэтому и приводить их смысла не имеет Но они колоссальны Если правда, хотя бы половина того, что нам рассказывают Разные средства массовой информации Они это колоссальные потери И хотелось бы, конечно, чтобы бессмысленно люди перестали друг друга убивать Учитывая, что уже такое количество времени Ни одна сторона не может там взять вверх Да, ну и опять же, русские продолжают наступать Но это пометровое наступление Оно чрезвычайно дорогого стоит И в плане потерь, естественно, в основном в плане потерь Поэтому я не знаю На самом деле, может быть, нужно, как бы, сторонам уже прийти К какому-то началу какого-то диалога Опять же, вполне возможно, что какой-то диалог идет О котором мы не знаем Опять, еще раз, и еще некоторые моменты Еще же есть, появились игроки На этой поляне Которых мы не подозревали, что они есть Но они есть И вот все эти обмены пленами последние Если не ошибаюсь, саудиты вообще были брокерами этих обменов То есть, есть еще игроки совсем с третьей стороны Которые явно У которых, кстати, отношения с Россией очень хорошие И, как выяснилось, неплохие с Украиной И им удается То здесь, то там Вызвать определенные улучшения Я понимаю, что Эрдоган сейчас не до Украины Это очевидно Ему сегодня У него сложная ситуация Ему меньше двух месяцев осталось до выборов Президентских И его оппозиционный кандидат оппозиции Очень силен Правда И пока опережает его даже по опросам Что вообще, в принципе, само по себе уже удивительно Вот Поэтому ему сейчас не до этого Ему, наверное, надо сконцентрироваться на внутренней артенде Наверное, да И, естественно, под ликвидацией последствий В такой ситуации разные другие игроки Наверное, могут выйти на арену Вот примерно, что я хотел по всему этому поводу сказать Опять же, то, что мы не наблюдаем никакого То есть, кажется нам, что в информационном поле Новости из Украины перемещаются на вторые и на третьи полосы Аль-Жазира, например, сегодня Одну новость дала про Украину Про посещение Рафаэля М. Гросси Топорожской атомной электростанции Которая под контролем российских военных Инспекция прошла В общем, она уходит уже, да Если все новости звучат, допустим, первые полчаса То Украина на 25-й минуте Можешь себе представить Потому что есть очень много новостей других Которые затмевают Украино-российскую адженду Сейчас совсем То есть, как бы, привык мир уже К этому мир привык Как только мир привык Уже все-таки больше года войны Мир привык Это больше не новость номер один И в этой ситуации Теоретический шанс на то Что какое-то договоренность может быть достигнут А он остается С другой стороны Я не очень-то представляю себе Эту пропасть Между тем, на что Путин, допустим, готов был бы В моем понимании Пойти как компромисс Это намного меньше того Что Зеленскому нужно Для того, чтобы такой мирный договор заключить Или хотя бы перемирие Так я это вижу И пока эта пропасть настолько большая Между тем, что может быть предложено И тем, что может быть принято Что я не вижу пока компромисса Сам по себе Да? Вот просто его не вижу Поэтому здесь Опять же, без участия американской стороны Напрямую Я не представляю себе Знаешь, одно дело Когда приходится Сталкиваться с открытым давлением Но это все должно происходить Опять же, да Это очень важно Все это должно происходить Такое давление должно происходить В открытом пространстве Да? То есть Вашингтон должен открыто говорить тогда Что вот, ребят Мы настаиваем на такой позиции Ну, позиция Вашингтона другая Вашингтон все время говорит Что Украина совсем суверенна В принятии своих решений И Вашингтон никак на это не влияет То есть 40 миллиардов там дает Вооружение поставляет Шнурки Опять же, вышесказанные Все вместе, да Американские аудиторы Работают сейчас в украинских министерствах Проверяют, куда идут деньги Все То есть реально Примерно как Ну, не так, как с Ираком работали Но примерно так, да Когда было вторжение Американское в Ирак Примерно так И тут вдруг А Зеленский сам по себе решает все Немножко странно для меня Если честно Вот, поэтому Если Вашингтон вот эту вот Попытку вот эту вот маску сбросит Скажет, да И мы решаем вопрос То тогда намного всем станет легче Намного быстрее Можно будет заключить Найти какой-то компромисс Может быть с Россией Я вижу это таким образом Я смотрю на вещи реальные Я понимаю, что Есть определенные моменты В которых Россия вряд ли отступит В ближайшее время И есть определенные Национальные интересы Украины Которые есть, да И пока государство существует И оно сопротивляется Оно воюет Нужно на том моменте Который есть, да Не доводя до эскалационного То есть Не реализуя весь эскалационный потенциал Этой войны Который есть И даже его половину Не хотелось бы нам всем этого Начать какие-то переговоры Я все время об этом говорю Но похоже, что это бесполезный момент Но в принципе Опять Вашингтон должен сбросить маску Того, что он Не он решает вопрос Пусть уже Вашингтон Скажет правду И начнет решать вопрос Тогда он начнет решаться Правда Так мне представляется Ну и опять же От общего Вашингтона Пекинского Общего состояния Отношений Очень много зависит И вот Президент Тайваня Летит В Нью-Йорк Вылетело сегодня И как обычно Да, для меня Кстати, сегодня была новость Я не знал Оказывается, прямых Визитов Между Тайванем И Америкой Не бывает Нельзя Нельзя, потому что Мы же официально Выступаем на словах То, что мы признаем Один Китай В основном Да И никаких официальных Приглашений Главе Тайваня нет И официальные лица На этой американской территории Вот так вот напрямую Не встречаются на американской территории С тайваньскими лидерами Но транзитные полеты Возможные Это традиционный Транзитный пролет Как он называется Летит Цай Она летит Цай Она летит В Белис и Гватемалу И, естественно Как можно лететь в Белис и Гватемалу Нельзя же напрямую лететь туда Она летит через Америку И, соответственно В Калифорнии Она должна По идее По слухам Встретиться с Кевином Маккар И уже А он спикер Палаты представителей Как мы понимаем И уже сам грозился Кстати, посетить Тайвань тоже Что он хуже, чем Нэнси Пелоси Что у него Меньше яйца Нету Они у него есть Не меньше Как он считает Но Нэнси-то Железная леди Как известно Она-то могла своих выстроить И будет своих сложным Это дело не имеет отношения Но Уже Китай С официальным заявлением Выступил И сказал, что Ребята Это Да, кстати Если он даст Встретиться с ней То это будет Самый высокопоставленный Американский чиновник За всю историю На американской территории Официально встречающийся С главой Тайваня То есть для Китая Конечно неприемлемая ситуация Китай говорит Что вот Будет ответ со стороны Китая То есть если кто-то Вдруг говорил О том, что Может быть Уже времени много прошло После этих воздухных шаров Уже по идее Надо было бы Договориться О каком-то визите Блинкина в Китай опять Так после того Саммита на Бали Большой двадцатки Пора Пора уже начинать разговор Вот Надо, надо, надо То если сейчас Такая встреча состоится Можно будет надолго Забыть О визите Блинкина В Поднебесную И соответственно Никакого Рапрошмента Никакого Никакой нормализации Никакого контролируемого Никакой Как правильно сформулировать Никакой контролируемой Конкуренции Никакой Контролируемой То есть до чего договорились Байден и Си Цзиньпинь Что мол Понятно, что у нас разные цели Понятно, что мы разные Понятно, что мы разные Цивилизации И понятно, что мы конкурируем Но наши конфликты Нам Мы же также еще и партнеры Во многих вопросах В климате И в торговле Самое главное в торговле Но мы говорим в климате У нас такая адженда Климат важнее торговли, да, говорит эта администрация На слабах, по крайней мере Вот, поэтому мы Нашу Разницу между нами Не можем допустить, чтобы Из-за наших противоречий Конфликт стал настоящим, да, вышел Из-под контроля, то есть мы будем контролировать Мы согласимся не соглашаться о многих вопросах Там, где мы должны сотрудничать, мы будем сотрудничать Там, где мы можем противостоять, будем противостоять Но уровень нашего противостояния мы будем контролировать Чтобы он не вышел за рамки разумного И это красиво Это уже что-то про многополярность Не правда ли? Что-то здесь такое Но опять же, мы никогда слово многополярность не скажем Я вам уже рассказывал, даже Форн ФРС уже В материале В позапрошлом номере Когда он рассказывал про видение нового мира Как оно должно быть построено Он все сказал про многополярность, кроме этого слова Да, это слово многополярность Не прозвучало, а так все то же самое, что Россия и Китай говорят уже достаточно давно Но, но Это на словах Все очень красиво В реалии Нет, мы все равно настаиваем на том, что мы Мы единственная правильная цивилизация Мы самые лучшие Мы знаем лучше всех Наш государственное устройство Наш принцип Мы И только мы Все должны равняться на нас Перенимать у нас как И мы всем расскажем, как правильно И это, конечно же, для Китая Ну, неприемлемо и не только для Китая Поэтому Ожидаем, внимательно наблюдаем Она прилетит Она встретится наверняка Она будет разговаривать с Кевином Маккарти О чем тоже непонятно Буквально сегодня До того До вот всего Вчера, простите Байден выступил и сказал, что мы От Белого дома выступил Выступил представитель И сказал Опережая, как бы, эту встречу И реплики страны Китая Что Америка остается в своем статус-кво Статус-кво не меняется Мы признаем один Китай Мы Уважаем Китай Мы хотим сотрудничать с Китаем Что Тайвань Это внутренний Это вопрос, о котором Мы надеемся на мирное разрешение Этой проблемы Вот Мы выступаем против Односторонних действий С той, с другой стороны То есть классические Вот это бла-бла-бла Которое мы обычно говорим Мы все это сказали опять Чтобы не обращать внимания У нас На языке человеческом Простом звучит так У нас, ребята, очень сложно Китайцы, извините, пожалуйста У нас очень сложная Политическая тут внутри Происходит ситуация У нас полная тотальная демократия У нас Лидер палаты представителей И делает то, что он считает нужным И я не имею права ему ничего сказать Кстати, это правда абсолютная Лидер палаты представителей Как бы номер три человек в стране И президент нет У него нет над ним власти никакой Да, он может Даже какой-то президентом страны стать Кстати При определенных обстоятельствах Если вдруг не станет президентом И, не дай бог, и вице-президентом одновременно Да все это, да Кевин Маккарти у нас президент с этого момента Я к чему? Я к тому, что Сложно вообще у нас Выстраивается сейчас ситуация Очень непростая Будем надеяться, что Прямо серьезного такого обострения После этой встречи Которая наверняка состоится Кевину Маккарти Надо как-то выстраивать Твой престиж, правильно? Очень удобно на Китае это делать И будем надеяться, что И опять же для администрации Действующие это палка в колесо Будем надеяться, что это не приведет К какому-то серьезному Прямо обострению Это прям вот Я вот Хотелось бы Хотелось бы, чтобы нет Добро пожаловать в Бутик Политик Часть 2 С вами Кирилл Задов Сегодня 29 марта Год 1023 Среда Видите, как я медленно Все произношу Как будто я Байден Но нет, я шучу Нет Я к тому, что Понятно, что Я обещал вам Очередной Это, кстати, не первый раз Такой скандал Именно с Байденом, кстати, тоже Потому что президент Байден Известен еще С момента, что он был Вице-президентом Что он позволяет себе Некоторые реплики Которые Дают понять, что он вообще К Израилю относится Не как к суверенному государству Правда То есть Если президент другой страны Которая не Израиль Как мы понимаем Позволяет себе говорить Что глава другого государства Должен делать Он считает, что у Израиля Нет суверенитета своего И что Америка Ну, так это выглядит, да И что Америка на самом деле Может по себе Позволит такие Такие давать Не то что рекомендации А реально указания О том, как вести бизнес И последнее его заявление О том, что Натани Ягу Не может продолжать двигаться Пути этой юридической реформы Это в принципе Естественно то, что называется По-английски Intrusion, да Infringement on sovereignty Если быть правильным Да, то есть Вторжение Вторжение На другую суверенную территорию Политическое вторжение И, естественно Жесткую очень реакцию От лидера Израиля От Натани Ягу Это вызвало в час ночи Сегодня уже Он давал Сделал в час тридцать Он давал По-израильскому времени В час ночи Он давал ответ на это Что Суть-то ответа Что мы разберемся Здесь Никакому давлению Мы не поддадимся Даже если это давление Идет от наших лучших друзей Вот Ну и потом На саммите Виртуальном саммите Демократии Который Организовал Госдепартамент Я даже его не касался В программах Но он был Он сказал Что Наш союз с Америкой Unshakeable Да То есть Его никак Ничто не может потрясти Но в любом случае Мы как бы Сами тут разбираемся Мы знаем Иногда у нас бывают Разногласия Короче Такая суть Но в принципе Это вызвало Дикий фурор В Иерусалиме Это заявление Президента Байдена Опять же Многие Я вот сегодня Слушал например Арабских больших аналитиков Серьезных докторов Политологии Который вот Марван Пшара Например говорил сегодня Что Сейчас для Монтониагу Faithful moment Что если он сейчас Вот сейчас В Ликуде Могут задумать Его переворот Переворот И вот сейчас Вот так Видя то что происходит И понимая Что он слаб И что В коалиции У него есть Намного более Серьезные игроки Которые Представляют Решать вопросы Так как Основная часть Ликуда не хочет Например да Мейнстрим Ликуда Это имелся ввиду Естественно Смотришь Бенгвир Ультраортовоксальные партии Вот И если он не сможет Деливер Если он не сможет Доставить такую реформу Которую им надо Юридическую Реформу судебной системы То они просто Его сожрут И коалиция развалится Пойдут на новые выборы Я вообще От израильских комментариев В последнее время Это все слышу Я вам хочу предложить Это как бы все понятно Этот сентимент понятен Завтра у меня в гостях Должен быть Давид Ройтман И мы с ним обсудим Традиционно С ним мы обсуждаем Внутреннеизраильскую Аженду Я вам хочу Другую Предложить историю Да Она мне больше нравится Может я конечно Ошибаюсь Заблуждаюсь Но мне нравится Эта история Традиционно Любое давление С демократической стороны Именно от демократических Президентов Которые с Ликудом С лидерами Ликуда Всегда были в непростых отношениях Всегда Уж если Республиканские Некоторые лидеры С лидерами Ликуда Были в непростых отношениях Помните Шамира и Буша Старшего Например Очень непростая динамика И такое бывало Да То тем более Уже Демократические президенты С ликудовскими лидерами Всегда имели проблему Потому что Ликуд Конечно правая партия Несмотря на то Что он все больше в центре Но это центр справа Давайте скажем Центр правый Он светский То есть там есть Религиозные люди Но сама по себе Партия светская Вот И любое давление С американской стороны Всегда как в джоу-джитсу Используется Для своей пользы Натани Ягу блестяще Использовал это давление С стороны Обамы В какой-то момент На мой взгляд Перешел границу За что поплатился Потом резолюцией Совбезон 2016 года Перед последней резолюцией При Обаме Которая была принята Где Америка Не наложила вето Антипоселенческая резолюция А такая пощечина была В ответ Но Это игра она У Натани Ягу И у Обамы Взаимная была Нелюбовь Поэтому тут сложно Здесь как раз наоборот Несмотря на то Что Байден Помните эту историю Когда вице-президент Еще Байден приезжал Только-только Были заморожены поселения Это был десятый год По-моему Девятый Только-только Было заморожено Средства в поселениях И тут Байден Приезжает в Иерусалим В качестве вице-президента И Биби на стол Приносит Постановление Строительстве Двух тысяч домов Там Где Можно В соответствии С этим фризом Строить На территориях Которые уже утверждены И всегда Оставивались в Израиле И он подписывает его И тут Байден И это происходит И прямо Информация в этом Приходит в тот момент Когда Байден Прямо в Иерусалиме Это дикий скандал Жесткие заявления Потом Байден И Биби Долго не разговаривали Но в итоге Начали разговаривать опять Ну и понятно Что естественно Этой администрации Всегда приятно Работать с Лапидом Совсем неприятно Работать с Натани Ягу Но с другой стороны Они прекрасно понимают Что у Лапида Шансов на победу Нет никаких Вот на все это Наблюдали Вот же Только что были выборы И все равно Чтобы там Американская администрация Не говорила Как бы она не любила Натани Ягу Как бы она не любила Натани Ягу Простите Есть результаты выборов И опять же Кстати правый Тамар Бенгвир сказал Что Америка должна понять Что Израиль Не еще одна звезда В американском флаге И что у нас есть Результаты выборов Которые надо уважать Они знают Что есть результаты выборов И опять же Есть определенный предел давления Который может осуществляться Потому что лобби Внутри Америки Будет сопротивляться Такому сильному давлению И в итоге Это сработает против Демпартии тоже Надо это тоже понимать И я вам хочу предложить Другую вообще версию Всего этого Традиционно Натани Ягу От усилий Демократических лидеров Направленных против него Как бы его дискредитирующих Только набирает сил И Байден И его окружение Не может этого не знать И не понимать И вот это заявление Такое типа Нравоучительное Такой урок Типа Натани Ягу Такое Руководство к действию Ты не можешь продолжать С этой реформой Это на самом деле Такая завуалированная поддержка Вот теперь-то уж точно Если правы Те арабские доктора Политологии Которые говорят Что сейчас для Натани Ягу Очень плохой момент Они его могут повалить То это сейчас Натани Ягу Очень сильно должно помочь Поэтому я бы сейчас Не обрушился на Байдена Прямо с таким Гневным заявлением Как ты можешь Такие вещи говорить Другая страна А может быть Он просто хочет Ему помочь Таким образом Да И да Заявление Что я его В ближайшее время В Белый дом Не приглашу Ну А в принципе А кто планировал В ближайшее время Туда ехать вообще И зачем сейчас Натани Ягу ехать С какой целью И в принципе Что от этого Визита можно получить Хотелось бы конечно Обсудить Новый ближневосточный реалий Но это можно сделать И с Остином И с Марком Милли И с Блинкеном В конце концов Когда он прилетит в регион Это обсуждать Все же можно решать И совсем по другому Можно и по телефону поговорить Ехать в Белый дом Совсем не обязательно Надо сейчас Натани Ягу Такую визит Не знаю А по крайней мере Внутри сейчас Ликуда И внутри всей коалиции Как Американский президент Поспешал вмешаться В наш суверенитет Биби мы с тобой Биби мы с тобой Это неплохой ход На самом деле Если я конечно прав В чем я очень сомневаюсь Но по-моему красиво Так элегантно Так вот так Да Потому что они все равно Потом рано или поздно Договорятся Правда ведь Уже не первый раз Между ними возникают Всяческие проблемы Это не первый раз И не последний раз Так что Как это мило И броняться Только тешиться Ну а да С другой стороны Конечно демократическим Лидеру этой страны Лучше было бы Общаться с Лагерем Левом В Израиле Но это Не на повестке дня Это не на повестке дня Друзья Друзья большое спасибо Что были со мной С вами был Кирилл Задов Вы слушали Бутик Политик До встречи завтра Бутик Политик Сказал Как обрезал